Здравствуйте! В эфире телеканала Беларусь 4 «Школа жизни». Скоро лето, такое долгожданное. Оно несет нам море позитива. Солнце, каникулы отпуска, выезды на природу. Но есть моменты, которые могут омрачить нам отдых, взрослым и детям. Это несчастные случаи, травмы, необдуманные поступки. Сегодня мы поговорим о том, как всего этого можно избежать. Главным учителем, чем бы ребенок ни занимался, должен стать родитель. Часто слышу, что должна школа воспитывать, детский садик, еще кто-нибудь. Не грабо. Я верю в то, исключительно верю в то, что полноответственно за жизнь и здоровье ребенка, где бы он ни был, несет родителей. Сегодняшняя наша передача очень актуальна для семей, которые живут в спальных районах. Почему? Потому что именно спальные районы, где дети на каникулах начинают заново осваивать эту местность, являются зоной повышенного риска. И родители, и дети могут научиться безопасности в школе, в стенах школы. Родители на родительских собраниях, потому как мы приглашаем специалистов разных областей, касающихся безопасности, а дети на уроках ОБЖ «Основ безопасности жизнедеятельности». Такая тема, как безопасность детей на дороге, должна быть изучена каждым родителям и донесена каждому ребенку. Когда родителю нужно начинать разговор с ребенком о безопасном поведении на дороге? Как только ребенок научился ходить, он ходит вместе с мамой и с папой за ручку. Он наблюдает, он смотрит, он ходит вместе со своим родителем. Ошибается родитель, ошибаться будет и ребенок. А ведь многие, Светлана, полагают, что обучить правилам поведения на дороге должны учителя в школе. Есть такая группа родителей, которая снимает с себя, скажем так, ответственность родительства, потому что обучить правилам, да любым правилам безопасности, как раз таки обязанность родителей. Школа, да, школа принимает активное участие в обучении и практически, и теоретически. В чем большущая проблема, то есть школы, это опять же теория во много, хотя там есть, может быть, какие-то модельки, есть разрисованные там зебры во дворах школ, да, но в большинстве своем, опять же, ребенок проводит время с родителями вне школы, да, переходя те же самые улицы. Поэтому я убежден на 100%, что родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка, потому что как мы покажем, так дети будут поступать, и как мы расскажем, так дети тоже будут поступать, скорее всего. Да, а если это будет добавка еще со школы, это отлично. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам объяснять ребенку, что нужно не просто переходить улицу на зеленый свет, а, увидев зеленый свет пешеходу, обратить внимание на дорогу, все ли автомобили остановились? Или, например, что нужно убрать мобильник в карман, вытащить наушники из ушей и только тогда переходить дорогу. Приходилось? Конечно, мне довольно часто приходилось. Все эти нюансы озвучиваются. И капюшоны зимой, из-за которых дети могут не услышать сигнал автомобиля. Многие задают вопрос, а если я перехожу на зеленый сигнал светофора, зачем мне снимать капюшон? И тут же другие дети отвечают, то есть даже без моей помощи, без моего участия, что если вдруг сложится такая ситуация, что автомобиль не сможет затормозить, и водитель будет подавать звуковой сигнал. То есть все, он уже не управляет ситуацией. Важно самому пешеходу либо вернуться на тротуар, либо быстрее закончить движение на дороге. Иначе закончится все это плачевно. Давайте посмотрим, насколько хорошо ребята знают правила дорожного движения. Разумеется, нельзя играть на проезжей части. Нельзя перебегать дорогу в неположенных местах. Ну, понятное дело, надо ориентироваться на условные знаки. На дороге я постоянно смотрю по сторонам. Я стараюсь оценить ситуацию. Да, я читала правила вождения, правила дорожного движения. Я считаю также, что телефонные звонки отвлекают пешехода. Я перехожу лично всегда на зеленый свет, смотрю по сторонам. Иначе никак. Я не срезаю на пешеходном переходе, иду просто по нему, потому что мне это как-то больше нравится. По улицам не езжу. На велосипедах же только по тротуарам можно ездить. Все взяты нужно снять наушники, хотя бы один раз на то пошло. И капюшон тоже нет, потому что можно не заметить машину, он тоже мешает. Меня научили родители с самого детства, что если с транспортом каким-то, например, с велосипедом или с самокатом, то с него нужно слезть и везти его рядом, с правой стороны от себя. Уступи место машине. Еще один аспект культуры поведения на дороге – это использование световозвращающих элементов. Скажите, уважаемые эксперты, кто владеет информацией? Обязательно их использовать? Это рекомендованный шаг, но это рекомендация с большой буквы, скажем так, и с восклицательным знаком. Как вот ребенку объяснить? Говорим о том, что это твоя безопасность, это твоя жизнь в первую очередь. И уже дальше, дальнейшие вопросы идут, а где нужно носить? Если я иду на тротуаре или близко к дороге, или по проезжей части. Эти нюансы, конечно, уже обсуждаются на уроке, но это обязательно условие. Очень важно детям говорить о том, что среди взрослых есть обыкновенные двоечники, которые как в школе нарушали правила поведения, плохо учились. Точно так же, с таким же поведением они вошли во взрослую жизнь. И дети должны знать, что взрослые очень часто играют не по правилам. Они могут ехать, извините меня, на зеленый свет. Они могут ехать, не обращая внимания на то, что пешеходы на пешеходном переходе. Они могут во дворе мчаться со скоростью 100 км в час. Мы же знаем такие случаи. И ребенку очень важно показать вот эту дилемму. Это же взрослый, но почему же он нарушает правила поведения? Ребенку нужно говорить, да, есть такие ситуации, когда взрослые ведут себя неправильно. Да, мы очень хотим, чтобы мы, родители, влияли на детей. Но давайте будем быть честными, открытыми. На детей влияет школа, влияют сверстники, влияет интернет. Да много чего влияет на самом деле. И мы хотим, чтобы наше влияние было самым-самым влиятельным. Очень хороший инструмент влияния – это обычная история, обычные примеры. Когда ты детям рассказываешь просто о том, что происходит. И это тогда запоминается. Например, недавно я совсем бежал кроссом. И смотрю, идет парень по дороге возле предприятия, возле нашего гомсельмаша. Наушники, то есть как обычно на шапке. И едет трактор, который убирает дорогу. Ну, ему сигналил, ну, минут пять, наверное, добрых. Минут пять, не меньше, ну, нет, не пять, минуты две, наверное, точно. Вот он сзади едет в трех метрах и сигналит, и он ничего не слышит. Пока я там не добежал, говорю, слышишь, жену, товарищ, ними-то, посмотри. То есть и вот такие истории, когда расскажешь, понимаешь, что дети не слышат. Да, и они наверняка как-то запечатляются на уровне эмоций. Да, и история, на самом деле, хорошая тема для детей, маленьких и больших. Из раза в раз говорить ребенку, да, объяснять, объяснять и объяснять. Вот это, есть гарантия, что оно запомнится, да. Но каждый раз можно говорить, знаешь, это вообще-то твой выбор. Хочешь так, хочешь так. Ты думай, ты размышляй. Я тебе рассказал, я тебя обучил, я тебе, ну, соломку подстелил. А уже воспользуешься ты этим или нет, это уже твое право. Но именно должно быть в меру этих страшилок, потому что в какой-то момент ребенок просто уже на это не обращает внимания. Старайтесь быть для своего ребенка примером. Всегда озвучивайте, повторяйте каноны поведения на дороге. И тогда ваши дети будут в полной безопасности. Сделать лето безопасным для наших детей возможно только благодаря совместным усилиям родителей, педагогов и самих ребят. Кстати, у нас есть возможность посмотреть, насколько они хорошо знают, где им гулять нельзя. Малознакомые дворы, железные пути, электростанции и заброшенные дома – это опасно для жизни. У дороги может быть опасно, опять же, мешать пешеходам тоже не вариант, можно получить оскорбление на свой счет. Шумные компании каких-то уже выпивающих людей, например. Очень много строек, и я думаю, что это одно из самых опасных мест для детей. Не ходить по темным углам, если касается ночи. Вблизи каких-нибудь больших промышленных предприятий и также вблизи проезжей части. Я никогда не пойду на крышу, потому что это тоже очень опасно, и пользоваться лестницами, которые закрыты, запрещено. Неприятно находиться в местах, где абсолютно отсутствуют люди. То есть это в какой-то лес, куда-то заброшенное какое-то озеро, заброшенные дома. Я не пойду туда, где очень много людей. Лучше быть в своем дворе, гулять с друзьями, где есть много людей. Что очень важно, заострять внимание родителей, которые проживают вместе со своими детьми в спальных районах. Так вот, большую часть своей жизни вместе с детьми они проводят детей в центре города. На кружках, в бассейне, какие-то коллективы они посещают, какие-то культурные мероприятия. Но когда ребенок один летом оказывается в этом спальном районе, оказывается, что он там ничего не знает. Он не знает, как ходить по этим дорогам, как ходить по этим тропинкам, какая рядом опасность находится. Да, кстати, и светофоров значительно меньше в спальных районах. И светофоров меньше, да. И поэтому вот то, что ребята говорили об ответственности родителей, родители должны взять своего ребенка и заново пройти, а может быть и первый раз и для родителей этот будет поход осуществлен, пройтись по этому микрорайону. Вот, например, в 20 микрорайоне, да, рядом железная дорога, рядом гаражи, рядом озера, рядом река. Поверьте, что большая часть людей, живущих в этом спальном районе, об этом даже и не подозревает. А дети любопытны, они обязательно найдут эти места для прогулок. Для этого нужны отцы, на самом деле, для большинства из этих движений. Почему? Потому что ведущая роль отца, или одна из самых основных, это введение ребенка в социум. То есть его, грубо говоря, взять за шкирки, да, и привести к людям, научить его жить, научить его трудиться, научить его работать, научить его взаимодействовать в конечном итоге. И чтобы воспитывать такую самостоятельность, нужно его брать и с ним это все делать. Мы обсуждали уже как-то эту тему, тему, например, походов. Это та ситуация, когда ребенок вынужденно поставлен в не самое лучшее условие. Когда он должен есть то, что приходится, и ждать, терпеть голод. Когда он должен спать там, где может быть и холодно, да, иногда, да, и комары летают. Когда он должен пройти до конца тот путь, который мы выбрали, да, который мы прошли. И здесь вот очень важный момент, например. Мы делаем сплавы, и бывает такой момент, что за эти несколько дней, то есть кто-то может сойти с дистанции. То есть, да, кто-то там забирает, говорит, не, я поехал домой. И вот это самый плохой вариант, потому что решение принимает родитель. Чему ребенок учится? Что, ну, до конца, как бы, доходить невозможно. Цель не достигнута, да. Мне тяжело, и я могу бросить в любой момент. Тот ребенок, который вместе с отцом, вместе с родителями, там, да, ну, отцы просто мне ближе, да, вот это наша тема вся. Те, кто доходит до конца, как бы тяжело не было, да, они понимают, что мы смогли, мы преодолели, мы сможем в следующий раз больше. Понятно, что это трудно, да, моя дочка, когда, сын, когда прошли первый поход, только сели в машину, там, сразу ехать домой, они говорят, не, 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 все, больше никаких походов. Говорю, ладно, ждем еще неделю. То есть, подождали неделю, ну, да, уже отдохнули, уже можно там дальше двигаться, да. То есть, это здорово, то есть, нам нужно пример показывать и брать их с собой, тогда они будут взрослеть. Происшествия с участием несовершеннолетних всегда вызывают большой общественный резонанс. Дети, рискуя жизнью, ходят по перилам, по мостам, падают в воду, они делают селфи на высоте, они попадают в разные экстремальные ситуации. И всякий раз мы задаемся вопросом, в школе учат, мы говорим, почему это происходит. Есть ответ на этот вопрос, Светлана? Наверное, такого единого ответа нет. Наверное, нужно разбирать каждый случай такой в отдельности. Потому что, действительно, работа ведется огромно. Ну, с позиции преподавателей это однозначно. Мало того, что мы работаем с детьми, мы работаем и с родителями. Ну, с родителями правильно, вот Людмила сказала, есть двоечники, которые нас не слышат. И в этом беда, что и повлиять-то на родителей не можем, а усложняется, все еще нужно повлиять на детей. Нет единого ответа. Зачем уделять это все, вот показывать, рассказывать. И они становятся знаменитостью, дети, многие хотят повторить это, начинают говорить. Хорошо, как оградить нам детей от этой информации? Вот это сложный момент, да. Телевидению или кто там, не телевидению, да, Ютуб, телевидение, даже средства массовой информации, не уделять столько времени этим вещам, хотя они приносят невероятное количество просмотров. Нужно обучать детей лидерству, лидерству. Где ты можешь быть лидером и где ты можешь стать популярным, да. То есть мы, вот здесь это система профилактики. Как ты можешь отстроить свою жизнь концептуально? И это нужно начинать делать очень-очень рано. Почему? Потому что залезть там на 12 этаж без страховки, это уже концептуальные моменты. Он лезет не ради того, чтобы показать свою силу, а для того, чтобы получить конечный результат, стать знаменитым. Поэтому давайте дадим детям возможности, как я могу стать знаменитым, в результате чего. Я могу стать ученым, я могу быть космонавтом, я могу быть летчиком, я могу быть героем и так далее, и так далее. То есть стать ученым с дальнейшей перспективой жизни? Да, конечно. Какую перспективу даст известность, если ты залез высоко-высоко? Никакую, кроме риска для жизни, ты больше ничего не имел. Ну, плюс временная, ну, скажем, известность в узких кругах. Но дело в том, что в следующий раз, чтобы тебе стать знаменитым, а тебе ведь завтра уже забудут, что тебе нужно сделать? Влезь уже на 19-этажный дом, а потом куда ты полезешь? То есть это очень рискованное мероприятие. А если уже у тебя есть потребность лазить, пожалуйста, давай ты будешь заниматься, например, горно... Скалолазанием. Скалолазанием, например. Один уважаемый мною педагог говорил, я замечаю, что родители постоянно живут в некотором страхе за детей и в постоянной надежде. Они думают, что ребенок, благодаря какому-то неведомому инстинкту в случае опасности, четко и твердо скажет «нет». Нет всем травматично опасным штукам. Давайте посмотрим, подтвердит ли родительские надежды детское мнение. Я либо проигнорирую каким-то образом, либо же, как я уже сказала, шучусь. Никакой личной информации. О себе ничего не рассказывать, это абсолютно не нужно. Я не буду ничего отвечать. Я постаранусь и пойду в людное место. Я думаю, что я постараюсь корректно ему объяснить, что я не намерена с ним разговаривать, потому что я очень плохо знаю этого человека, и я не знаю, как он поведет себя в другой ситуации. А вот так вот, чтобы заводить разговор с незнакомыми людьми, ну как-то такого опыта не было. Ну, смотря с какой целью он подходит. Если спросит время, то, ну, время я скажу. Если же человек задает мне вопрос личного характера, я скорее откажусь от ответа и просто уйду. Если я понимаю, что человек в неадекватном состоянии, или ему что-то нужно, что я не могу ему предоставить, то, соответственно, я так и говорю, извините, я не могу вам помочь, до свидания. Нужно для себя оценить, опасен ли этот человек. Если он просто спрашивает дорогу, то, конечно, можно подсказать. Да, очень часто происходит. Я обязательно выслушаю его. Вначале я вообще посмотрю на состояние этого человека, потому что трезвые бывают подходят, бывают нетрезвые. Все по-разному бывает. А дальше я выслушаю просьбу и уже буду думать. Но вот иногда наши дети рискуют. Почему? Не потому, что случились непредвиденные обстоятельства, не потому, что стихия и какой-то несчастный случай, а потому, что есть друг, которые, ну, скажем, не просто втягивают, а предлагают или берут на слабо. А слабо – пройти по перилам, по мосту. А слабо – влезть на электроопору. Так вот, как научиться говорить «нет»? И родительские увещевания родители учат. Просто твёрдо говори «нет». Да невозможно просто твёрдо сказать «нет», если перед тобой твои приятели. Чаще всего на слабо ведутся дети, которые уже вступили в подростковый возраст. Дети младшего возраста, они этот запрет ещё держат внутри себя. И они знают, что это нельзя, значит, я это делать не буду. А для подростков важным является, что та референтная группа, к которой они относятся, это одноклассники, это дети, с которыми они дрожат на улице, и они чувствительны к их просьбам или к их подначиванию, как мы говорим, «а тебе слабо». И вот с детьми нужно об этом говорить, что не всегда в жизни нужно реагировать на такие просьбы. Это чревато чем? Тем, что ты можешь остаться инвалидом, тем, что твоё здоровье может быть нарушено. Да чревато разными последствиями. Например, ты окажешься в милиции, потому что ты совершил, например, кражу на слабо в магазине, ну и так далее. Но может быть есть какие-то специальные приёмы, Сергей, которыми можно обучить ребёнка, он с лёгкостью, ну или хитрости какие-то даже, когда ребёнок сможет с лёгкостью ответить «нет». Ребёнок ответит «нет» тогда, когда у него достаточно высокая самооценка, это раз. А во-вторых, для меня выход тоже достаточно очевиден. Создавать детям окружение. Самим родителям создавать детям окружение. Каким образом? Мы не можем создавать окружение, сказать, так, ты можешь играть с этим мальчиком, а с этим ты не можешь играть. Ну это глупо, да, никто слушать не будет. Но с другой стороны, мы можем найти то, что детям интересно, и собрать таких же детей, и сделать этот интерес как бы таким всеобщим, то есть сделать одну тусовку. И на мой взгляд, когда дети чем-то увлечены, они будут находиться в своей среде, им будет это достаточно нравиться. Ну, например, возьмём чего, например. Например, спорт возьмём. Самый простой, наверное, для детей вид спорта. Например, мы на сегодняшний день на нашем общественном объединении с нашими партнёрами проводим большой турнир по футболу, дворовый футбол. Да, у нас играют где-то 230 ребят. Каждую субботу 4 часа на 7 площадках играют порядка 230 ребят. И хорошо, когда вот эти ребята, они все абсолютно разные. Но это, я могу сказать, не знаю, одна большая команда, что ли. Ребята, которые попадают в свою среду, у которых забота не где пойти там выпить на сегодняшний день и покурить, а у которых забота, как сыграть сегодня лучше с нашими друзьями. И такую среду мы можем создавать. Очень важно вот то место, где ребёнок проживает. Ну вот я говорю, опять же, про спальные районы. Да, я сегодня как парламентарий от этих районов. Очень важно сделать как можно больше вот этих вот узелков на памяти. Что это значит? Познакомить ребёнка, например, с детьми, которые есть во дворе. Организовать совместные игры. Например, там, волейбол, бадминтон, там, настольный теннис. И очень важно познакомить ребёнка с его соседями. Почему? Потому что если ваших глаз не хватает, вы, например, на работе, то пусть будут глаза вот той бабушки, которая сидит около подъезда, или той мамочки, которая играет с ребёнком и постоянно выводит своего малыша на улицу. Происходит момент социализации ребёнка вторичной под нашим собственным руководством. Но это тоже нужно делать вместе с родителями. Ребёнок сам не подойдёт. Но если взять ребёнка за руку, вы пройдёте всех соседей, хотя бы ближайших, и скажете, что вот я хочу вам представить своего сына, который может к вам когда-нибудь прийти в гости на чай. Это будет очень здорово. Тем мы обезопасим ребёнка от очень многих нежелательных явлений. Что сказать ребёнку, вот о чём он должен помнить в случае опасности? Ну вот если зовут в машину девочку, или мальчика зовут, ну скажем так, пойти побегать по крышам гаражей. В первую очередь это, естественно, работа родителей. Работа педагога, она второстепенна. У нас всё чётко по пунктикам. Говорим нет, говорим нет. На слабо говорим нет. Позвали поздно, например, в тёмное время суток, говорим нет. Но это всё очень сухо. Естественно, мы стараемся пояснять какими-то там историями всё. Да, но все истории тоже не расскажешь. Не разделишь мальчиков и девочек для того, чтобы, да, не смущать никого, потому что возраста совершенно разные, и реагируют дети по-разному на истории с девочками, которые могут произойти, что нельзя ни в коем случае садиться. Поэтому это простые пункты правил, скажем так. Это работа родителей. Это работа, если с девочкой, это работа мамы, которая должна рассказать, чем может закончиться вот история поездки в автомобиле с посторонним человеком. Если это незнакомец просто на улице, начинаю я рассказ всегда с того, что незнакомец может просто оказаться прохожим. Он не желает зла никому, он просто идёт в том же направлении, в котором и вы. То есть не нужно расценивать каждого прохожего как злодея какого-то, да. Но и тут же перехожу к тому, что нужно убедиться, что вас преследуют. И это можно, сделав простыми там какими-то жестами. Перейти улицу несколько раз. По поводу разговоров с незнакомцами тоже нельзя ведь сказать. Проходите мимо, несмотря на человека, да. Он пытается спросить время, но вот такая ситуация сложилась, да. А вы просто буркните, я ни с кем не разговариваю, и ушли просто, да. Тоже так нельзя. Нужно уметь оценивать обстановку. Действительно, в каком состоянии человек, вот. Какого вида внешнего, да. Хотя вот когда мы опять-таки были в лице МЧС, там замечательная площадка по поводу лифта. И вот предложили детям ситуацию, мужчина, который одет в черную одежду, черный пиджак с капюшоном, там руки в карманах. Это преступник? Все однозначно говорят, да, он преступник. Следующая картинка, мужчина в белой рубашке, в брючках презентабельно выглядит, а этот, этот нет. Один и тот же человек в разной одежде, и в результате, как дети реагируют на внешность. И это тоже обсуждаем, что нужно оценить ситуацию. В комплексе. Сказать просто, да, однозначно, нет. В правилах, да, мы это проговариваем. Но это больше, наверное, работа личная, родители. Финальной части программы мне хотелось бы пожелать безопасного лета всем родителям и, конечно же, детям. Ну и обратиться к нашим экспертам за напутственным словом. Организовывайте какой-нибудь движ в своих районах вместе с вашими детьми. И тогда дети будут знать хорошо и район, и соседей, и детей, которые будут окружать, и будет классно. Уважаемые родители, которые живут в спальных районах, я желаю вам зарядиться духом исследователя и вместе с детьми исследовать этот микрорайон, чтобы он был максимально безопасен для ваших детей. Уважаемые родители, поступайте так, как вы хотели бы, чтобы поступали ваши дети. Для каждого из нас наука жизни актуальна. Современные условия требуют от людей широких познаний и навыков. Так давайте учиться вместе со школой жизни на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!